Тигры мало кому из животного мира уступают по красоте и оригинальности. Длина тела этого представителя семейства кошачьих доходит до 3 метров. Вес хищника может достигать 250 килограмм. Хвост у животного имеет длину около метра. Несмотря на тяжеловесность и внушительные габариты, этот хищник способен двигаться легко и грациозно. Если забыть о размерах, можно говорить о схожести тигра с домашней кошкой. Окраска хищника тоже отличается своеобразием. Основной фон его шкуры имеет оранжевый цвет, поверх которого нанесены поперечные черные полосы. Такая расцветка называется покровительственной. Она помогает зверю слиться с окружающим пейзажем и делает его незаметным среди зарослей, где он прячется, когда охотится или пережидает опасность. Существует еще разновидность тигров, у которых основной окрас белый, а полосы коричневые. Эти животные отличаются еще тем, что глаза у них голубые. Тигры в основном встречаются в тропических и субтропических, реже в умеренных поясах. Каждый подвид этих животных имеет свои отличия в размерах, окраске и даже поведении. К сожалению, на сегодняшний день эти большие кошки находятся на грани исчезновения. Они подразделяются на девять подвидов, из которых к началу 21 века осталось только шесть. Хотя многие считают, что тигр – это та же кошка, но в разы больше отличия все же есть. В первую очередь, это форма зрачков. Если у домашних кошек зрачки щелеобразные, то у тигров они круглые. Это связано с тем, что обычные кошки ведут в основном ночной образ жизни, а тигры – сумеречный. Время охоты у них раннее утро и поздний вечер, но не ночь. Несмотря на это, тигры видят в темноте в шесть раз лучше, чем люди. Глаза у всех тигров, кроме белых желтого цвета. Еще одно качество, которое отличает этих хищников от домашних кошек, – это отношение к водным процедурам. Если почти все кошки панически боятся воды, то тигры ее любят. Во время охоты они спокойно могут проплыть не один километр, преследуя добычу. Нередко звери купаются просто для удовольствия. Точка издавна царем зверей, всеми признан лев. Однако тигра можно назвать королем. Именно такой титул ему присвоили китайцы. Дело в том, что у всех тигров на лбу есть отметины полоски, расположенные в виде китайского иероглифа, обозначающего слово «король». Тигры нападают прыжком из засады и, как правило, делают это, оставаясь незамеченными для жертвы. Если же хищник понял, что его заметили, то он отступает. Они в основном избегают встречаться с объектом нападения лицом к лицу. Поэтому жители Индии, отправляясь в джунгли, одевают на затылок маску в виде лица. Несмотря на такие меры предосторожности, нападения на людей редки. В качестве добычи эти хищники выбирают оленей, быков, кабанов. Нападение на человека происходит только в тех случаях, если животное чувствует опасность, исходящую от него или никакой другой добычи просто нет. Однако, если тигр все-таки попробовал человеческое мясо, то он становится людоедом. Такое животное представляет огромную опасность. Тигры не живут прайдами, как львы или парами, как волки, а не одиночки. У каждого из них свои владения, которые животное метит, оставляя свою мочу на деревьях. По запаху этого биоматериала один тигр может получить полное досье на другого, сведения о возрасте, поле и даже о том, в каком состоянии находится репродуктивный аппарат. У самок владение меньше, чем у самцов. С целью спаривания тигр и тигрица встречаются всего на несколько дней. После этого они расстаются до тех пор, пока детеныши не подрастут и не уйдут во взрослую жизнь. Отец никак не участвует в воспитании потомства, этим занимается исключительно мать. Она проживает с тигрятами на своей территории в течение примерно двух лет, после чего дети покидают ее. Тигры способны спариваться другими кошачьими. Например, от скрещивания льва и тигрицы рождается лигр, животное очень крупных размеров, 4 метра в длину и 3 в высоту. Лига похож на огромного льва с бледными полосками, точка от спаривания тигра и львица рождается тигролев. Такое животное может наследовать признаки обоих родителей полосы от матери и гриву от отца. Как правило, самцы как лигров, так и тигролев стерильны, а самки способны к воспроизведению потомства. Такие скрещивания происходят только в условиях зоопарка. На воле тигра и львы практически не пересекаются. А вот с леопардами у тигров встречи и спаривания возможны даже в дикой природе. В этом случае рождаются гибриды, внешне напоминающие тигра, но меньших размеров. На шкуре у этих животных полосы перекрываются пятнами, характерными для расцветки леопарда. Такие гибриды стерильны. У тигров удачной обычно оказывается один из десяти охот. Поэтому они могут до 20 дней обходиться вообще без пищи. Но если уж хищнику удается поесть, то он способен за раз съесть до 40 килограммов мяса. При такой трапезе животному удается набрать сразу же до 30 килограммов веса. Тигриный рык имеет очень низкую тональность, поэтому люди и большинство животных его просто не услышат. На основании последних исследований было установлено, что низкий рык хищника способен ввести добычу в ступор и тем самым облегчить нападение на нее. Кроме того, тигр обладает способностью имитировать звуки, издаваемые другими животными, и пользуется этим, когда хочет заманить жертву в ловушку. Амурский тигр существенно отличается от своих сородичей из других подвидов. Он очень крупный, длина тела доходит до 4 метров, а вес до 300 килограмм. Шерсть у животного очень длинная и густая, что позволяет ему выживать в холодных условиях и не бояться снега. Этот подвид находится на грани исчезновения. В 1930 году ситуация была критической, оставалось только 30 особей по всему миру. В результате титанических усилий, которые приложили зоологи, на сегодняшний день насчитывается уже 500 особей. Несмотря на свою массивность, тигры очень ловкие животные. Они способны прыгнуть в высоту на 3-4 метра, а в длину на 5-6 метров. Сила удара лапой у этих зверей такова, что они могут сломать шею любой добычи. В слюне хищника содержится много дезинфицирующих веществ. Поэтому при получении ран животное легко излечивает себя путем зализывания. В Китае за убийство тигра с целью получения материала для изготовления лекарственных средств приговаривают к смертной казни. Считается, что подобным ингредиентом можно легко найти замену и убивать ради этого животных, которые и так находятся на грани вымирания, является серьезным преступлением. Несмотря на то, что тигры являются хищниками, они с удовольствием едят ягоды и плоды фруктовых деревьев. Узор из полос на теле каждого зверя строго индивидуален. Таким способом животных можно даже идентифицировать. Как у обычных кошек, полосы у тигров проецируются на его теле, даже если животное обрить, оно все равно будет полосатым. В неволе тигр может прожить до 26 лет, однако в дикой природе из-за повсеместных опасностей, голода и бурной деятельности браконьеров срок его жизни сокращается в среднем в два раза. Продолжение следует...